На прошлой неделе в Ханты-Мансийске проходил международный молодежный форум «Нефтяная столица». Одним из главных спикеров на нем выступили топ-менеджеры нефтяных компаний. Понятно, что именно компании задают векторы развития науки и технологий, которые востребованы сейчас или будут в ближайшем будущем. Но не только объемы добычи волнуют нефтяников. Социальные проекты компаний во многом формируют высокий уровень жизни в округе. Яркий пример – компания «Салым Петролиум Девелопмент». Одним из ключевых участников международного молодежного форума «Нефтяная столица», завершившегося накануне в Ханты-Мансийске, стала компания «Салым Петролиум». Целевая аудитория форума – студенты, молодые ученые и сотрудники нефтяных компаний. Они составляют будущее нефтегазовой отрасли. И в «Салым Петролиум» прекрасно понимают, как важно на начальных этапах обучать молодежь и ставить перед ней амбициозные цели. Это навык работы с цифровыми данными, умение работать с людьми по-новому. Поэтому мы говорим о целом комплексе тех навыков, которые позволят быть успешными в энергетическом секторе. Это могут быть технологии умных скважин, это цифровые технологии, это новые технологии утилизации СО2. Мы видим большое число интересных перспектив для профессионалов будущего. Своеобразным прологом «Нефяной столицы» стал студенческий форум STEM – «Scientists Technology Engineering Mathematics» – «Наука и технологии инженерия математика», прошедший в Югорском госуниверситете. Компания «Солым Петролиум» разделяет ценности организаторов форума. И поэтому генеральный директор компании Майкл Коллинз выступил перед студентами с лекцией о нефтяниках будущего. Во всех этих парадигмах требуются новые навыки со стороны профессионалов внешних газовым образцов. Вы можете видеть информацию от CEO of the world, which shows you the company. STEM – это фундаментальная наука, это важно. Но мы к этому хотим прибавить еще и предпринимательство, то, что позволяет нашим студентам не только быть кабинетными учеными, а быть успешными и обеспеченными в реальной жизни, в реальной деятельности. Инвестиции «Солым Петролиум» в человеческий капитал – это работа с молодыми учеными и студентами, а также поддержка идей гендерного баланса. Участие Майкла Коллинза в круглом столе на тему женское лидерство в ТЭК – это последовательная стратегия компании в привлечении женщин на управленческие посты. И один из значимых элементов корпоративной культуры компании «Солым Петролиум». Достигая своих успехов, компания вносит свой вклад в поддержку социальных проектов «Хмао-югры». Среди обязательств или планов на 2021 год отмечу поддержку компании в реализации проекта по модернизации научной библиотеки Игурского государственного университета и мобильной аудитории для подготовки школьников, студентов из Невтеганского и Невтеганского района к национальному чемпионату WorldSkills. Также при участии компании в Музее геологии нефти и газа студен интеллектуальный центр, а поддержку медиков и окружного здравоохранения в период пандемии сложно переоценить. Сергей Крапков, Ульдар Муратов, телекомпания «Югра».